Добрый вечер! В эфире телеканала Астана, программа «Статус-кво». И сегодня у меня в гостях известный казахстанский дизайнер Оксана Курби. Добрый вечер! Добрый вечер! Оксана, вы почти на три года выпали из мира казахстанского... Из мира казахстанской моды, да, можно сказать? Из мира казахстанского бизнеса. Я знаю, что вы стали мамой, я вас поздравляю. У вас было время такой передышки, да? И сейчас, можно сказать, с возвращением. Да? Мы вернулись, вернулись другими, переосмысленными. Материнство мне много что дало. Динара должна вам сказать, что материнство – это не просто слова. Это реально сносит крышу на полные сто. И моя жизнь в связи с этим очень круто изменилась. Я знаю, что вы узнали о том, что вы станете мамой во время съемок программы «Еко-желдыс». Как раз мы вместе участвовали. Да, да. То есть сколько вам было тогда лет? Ну, скажем так. Ну, то есть вы были готовы стать мамой? Я хочу сказать, что, Динар, я не планировала вообще становиться матерью. Более того, я даже в свое время хотела войти в модный, так сказать, блок «Чайлдфри». То есть моя жизнь была без детей, и я находила это прекрасным, и у меня все удовлетворяло. То есть как-то вот Господь не давал пока ребенка, но не давал, не давал. Я от этого не страдала. У меня были другие интересные, так сказать, увлечения, занятия. И вдруг произошло вот это. Честно говоря, я, конечно, как в том фильме. Сначала я не знаю, что, потом, когда узнала, не думать. Сначала я не знаю, что думать, а потом уже не знаю, как это думать и что делать. И то же самое было у меня. Более того, я сразу, конечно, приняла решение, что я буду рожать. И когда я, конечно, вынашивала ребенка, конечно, я отошла от дел. Вы себе не представляете, то есть даже доходило такого, когда я приходила к себе на работу, а производство от кутюр индивидуальный пошив – это как доменная печь. Это на самом деле так. Потому что ты не понимаешь, как сменяются времена года. Приходит осень, зима, весна, лето, одно платье, другое. Каждый раз я приходила на работу, и каждый раз у меня адреналин. И каждый раз нужно решать. И вот сейчас новое платье, новые технологии, и все по-новому. Но когда я забеременела, я просто абстрагировалась. Моя часть, часть меня абстрагировалась от дела. Ко мне подбегает лавпроизводство, и говорит, Оксана Борисовна, нам нужно решить вот то, 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 еще вот то захватить. Я говорила, хорошо, Людмила Павловна, сейчас мы все решим. Я подходила к своему шкафу, брала сумку, одевала пальто и уходила. Потому что я понимала, что я не могу позволить себе понервничать, и не дай бог что-нибудь случилось. Ну смотрите, за это время, за три года, которые вы отсутствовали, многие дизайнеры закрепили свои позиции, пока вас не было. Вы знаете, иногда нужно действительно отойти на некоторое расстояние, чтобы всю ситуацию увидеть, так сказать, снаружи, да? То есть находясь за бортом. Да, потому что когда ты постоянно варишься в этом котле под названием фэшн-бизнес Казахстана, я должна вам сказать, это очень нелегко, и реалии, они размываются. И более того, я должна сказать, что очень много интриг, очень много засловий, очень много зависти. И это тоже, честно говоря, все подмывает, надоедает и хочется уйти. Помимо того, что есть хорошая сторона, мы творим моду, мы делаем искусство. Но очень много еще всякой мерзопакости, которая достаточно присутствует в фэшн-индустрии, это не секрет. Но с чем вы сейчас возвращаетесь? Потому что вы всегда отличались тем, что вы шьете эксклюзивные вещи, штучные, да? Есть дизайнеры, которые шьют линейку, то есть шьют масс-маркет. Но сейчас время, да, когда модно шить недорогую одежду, а вы всегда шили дорогую одежду. То есть вы поменяете сейчас концепт своего дома моды? Концепт дома моды я менять не буду, конечно, потому что мы остаемся в любом случае единственным домом моды в Казахстане, который делает тот кутюр, который еще что-то, чему-то как-то учит. И который традиции вот эти, золотого шитья, вышивки, идеальной посадки, несет на своих руках и плечах. Концепт дома моды я менять не буду, но линейку масс-маркета мы продумываем. Я думаю ее запустить, конечно. Потому что я понимаю, что народ имеет право носить красивую одежду от Оксаны Корби, которая будет доступна по его кошельку. Вы сейчас прилетели в Астану, и наверняка не случайно. Я думаю, что наверняка у вас примерка у высокопоставленных женщин. Ну, конечно, мне это вдвойне приятно, потому что мне очень нравятся такого рода заказы. Вот на таких заказах я живу. Здесь не только стоит такой заказ, если вы на такой один заказ можете прожить какое-то время. То есть вам легче жить одно платье, но очень дорогое. Нет, зачем же мне есть, помимо этого заказа, ну что жить? Я не отбираю своих клиентов до последней нитки, вы что? Нет. Тут речь немножко еще о другом, Динар. Дело в том, что я очень люблю моих клиентов, скажем так, такого рода, потому что они очень мне доверяют. Они не допрещают мне делать ничего. Они мне доверяют. От примерки к примерке все остальное ложится на мои плечи ответственность. И я надеюсь, что не подведу и не подвожу. Смотрите, среди ваших клиентов Роза Конышевна, Махпал Жанусова, Дарига Назарбаева, Алия Назарбаева. То есть это же не секрет? Ну, скажем так, с периодичностью, да. Я согласна, что пиар мой наполовину зависит от звездности моих клиентов. Но вторая половина – это то, что мы делаем для свадеб. Когда мы копаем культуру казахского национального костюма, интерпретируем ее. Делаем необыкновенные вещи, понимаете, именно на свадьбу, на кыз-узату. Вот в чем мой конек. Смотрите, Оксана, но сейчас очень модные мусульманские браки. Вот как часто вам приходится для мусульманских женщин шить? Нет, ну, понимаете, они все мусульманки. Скажем, вторая жена. Ну, у меня была недавно, скажем так, да. Знаете, по поводу вот этого, вот этих вот двоеженцев, троеженцев, четвероженцев, я вот даже не хочу говорить, честно говоря. Ну, на мой взгляд, понимаете, это ущемляет права и женщин, и мужчин. Но это же есть в нашей стране. Ну, какая женщина хочет быть второй? Или какая женщина хочет быть бэби-ше первой? А вам никогда не приходилось быть второй? Ну, приходит уже даже ночевать. Первая? Ну, которая последняя. Или вторая? Ну, уже не первая. Ну, неужели вам никогда не приходилось... Ну, то есть у вас не было таких ситуаций в жизни, когда вам приходилось быть второй? Мне? Да. Так, подождите, дайте мне вспомнить. Подождите, подождите. Ну, у каждой женщины наверняка есть такой промышленный в жизни. Нет, у меня был, я признаю, у меня был период, когда я была, когда я была любовницей. Но вас это роль не устроило? Я вам должна сказать, да, понимаете? Меня это не устроило. Я не смогу у Динара никогда быть второй женой. А первой? Первой-первой? Первой, да. А первой, которая, вот мы говорим, допустим, чисто для номинала? Да. Нет. Сейчас вы замужем? Нет, я сейчас разведена. И творятся какие-то удивительные вещи. То ли потому, что я родила мальчика, или по каким-то другим обстоятельствам. У меня подруги говорят, что когда рождается мальчик у женщины, очень долго, ну или какой-то определенный период, женщина вот как-то совсем не хочет не выходить замуж, не иметь любовника, заводить какие-то новые отношения. А почему? А потому что вот этот мальчик, он как бы привносит мужскую энергию в дом. И этого достаточно. И этого достаточно женщине, да. Со мной происходит вот то же самое. Я откровенно на весь Казахстан заявляю, что я пока даже и не хочу. Я не хочу ни с кем заводить отношения. Некоторые женщины лукавят, когда они говорят, что я не хочу, я бы вот еще, вот я хочу насладиться свободой. Нет, здесь ни о какой свободе речи не идет. Я просто не хочу. Ну, Оксана, я ни разу вас не видела на КФВ, на Казахстан Флэшн Вик. То есть вы игнорируете, да, неделю моды в Казахстане? То есть вы не участвуете в показах? Скажем так, я не то, что игнорирую. Она существует, я ее не игнорирую, я понимаю, что она есть. Да, я никогда не участвовала, причем это как бы осмысленно, это мой осознанный шаг. А зачем? Что может дать мне КФВ? Ну, каждый раз многим дизайнерам это дает дополнительный пиар, это дает дополнительных клиентов, и в конце концов продается товар. Ну, вот видите, о чем мы говорим. Если нужен какой-то допинг для продажи товара и для приобретения новых клиентов, да, мне нет. То есть у вас есть какая-то прям устойчивая клиентская база, которая вот идет с вами там на протяжении сколько, больше 10 лет. И вам в принципе расширять эту базу не надо. Да. Потом, видите, КФВ это, конечно, хорошее мероприятие. Ну, во-первых, это предапартея. Во-вторых, вот я до сих пор, они существуют лет 10, да, наверное, уже? Ну, да, сколько же, сколько и вы работаете. Вот я до сих пор, честно говоря, как тот Станиславский, который говорит, я им не верю. Я не верю, что они действительно служат на благо развития фэшн-индустрии. Я не видела какого-то развития ни у одного дизайнера, который участвует. Ну, хорошо, участвуют всевозможные различные казахстанские домомоды. С постоянной периодичностью в КФВ. Ну, я не вижу, что после того, как они начали участвовать, их бизнес, благодаря именно КФВ, развился и стал на качественно новый уровень. Нет. Они развиваются, потому что они сами хорошо работают, потому что они прилагают достаточно много усилий, но не благодаря КФВ. То есть вы думаете, что КФВ это иллюзия? Да, это я думаю, что это хороший постановочный спектакль. А мода вообще в Казахстане существует? Нет, подождите, мода существует везде, потому что есть потребитель, мы покупаем сумки, туфли. Хорошо, не случайно, а сегодня вы в этом цвете. Да, фэшн-индустрия существует? Казахстанская или... В Казахстане фэшн-индустрия, да. У нас есть дизайнеры. Да, у нас нет сырья, но у нас же шьют дизайнеры. Да, у нас всё есть, но почему-то как-то вот мы не можем никак импортировать нормальный свой качественный продукт. У нас всё есть, понимаете? У нас есть прекрасная столица, у нас есть вроде бы талантливые и умные люди, и талантливые дизайнеры, и всё что... У нас всё есть. И нитки каких угодно цветов уже привозят, и пуговицы, и ткани, у нас всё есть. Но мы до сих пор не имеем, как даже в той же самой России, реально сложившийся, дорогой, инвестиционный бренд. У нас его нет. Вам не кажется, что сейчас дизайнером, то есть по сути может стать любой, да? Вот недавно у меня был Сакен Джахсабаев, он фэшн-промоутер, да, человек, который продавец красивой жизни. Они могут называть себя как угодно, он может быть даже транссеттером, как сейчас можно говорить. Но он раз в год или два раза в год выпускает свою коллекцию. То есть и он считает себя дизайнером. И вполне серьёзно. Вы это серьёзно? Я серьёзно. Понимаете, что происходит? Мы подменяем качественный продукт вот всевозможными вот такими вот нашлёпками, наклейками, понимаете? А вам не кажется, что просто потому, что мы молодая страна? Нет, нет. И у нас вообще легко... Динар, как можно будет? Вот кем ты себя захочешь спозиционировать, тем ты и будешь. Вот завтра я нарисую пять картин. Понимаете, вот я запела один раз, да? И меня многие говорят, допустим, Динара Саджан, певица, телеведущая. Вот я тоже говорю, я против. Потому что я говорю, получается, я один раз пела, и меня можно уже назвать певицей. И завтра я снимусь в одном каком-нибудь сериале, и меня можно назвать актрисой. Вообще, я за то, чтобы каждый занимался своим делом. Я тоже за это, потому что идёт размытие ценностей, идёт размытие, конечно, продукт, он должен быть терпкий, солёный, насыщенный вкусом, не знаю, или приторно-сладкий. Настоящий. А вот это всё его размывает. Получается, кисель. Получается, вкуса нет. Я видела коллекции вновь явленных или явленных модельеров. Динара, ну я воспитывалась на классической школе моделирования. Немножко за... Вот последнюю советскую школу моделирования. Я училась этому пять лет. Потом у меня была практика три года за рубежом. Я сидела за машинкой, я сама краила. И также работала с клиентами за рубежом. И только после этого я стала создавать коллекции. И до сих пор создание коллекции требует очень серьёзного подхода. Публика рассудит, понимаете? Мне всё равно кажется, что публика, сколько ей не втирать очки, она увидит своё. Вот сейчас, как вы думаете, мы прошли кризис, да? То есть после кризиса, мне кажется, люди стали, научились считать деньги, да? То есть сейчас вы видите, что ценности поменялись? Вы затронули такую серьёзную проблему, потому что я смотрю на наше поколение или даже на молодое поколение. И иногда я просто не понимаю, где я живу. Что вас беспокоит? То есть сейчас я просто вижу другую Оксану Корби перед собой, да? То есть серьёзную, зрелую. Я даже думаю, что вы, наверное, может быть даже готовы быть социально активной. Ну, у меня такое ощущение. Что и происходит? Ну, это, я считаю, закономерно, потому что было бы странно, если бы, скажем так, я в свои года до сих пор бы бегала, вот как-то вот гламурилась и одевала себе вот эти всякие побрякушки и жила бы только этим. Постоянно ходить на презентации так утомительно, понимаете? Постоянно дежурно улыбаться, постоянно брать тот же самый клатч под туфли, под сумку, платок. Но многие алмазинцы живут этим? Это, ну, понимаете, для каждого своё. Мне кажется, что вот для многих женщин неуместно, я считаю уже, в определённом возрасте носить мини-юбки, определённые яркие цвета, даже определённые фасоны. Уже неуместно. Женщина становится смешной, и женщина превращается в клоунессу. Я бы не хотела превращаться в шутиху, в клоунессу, кем-то вот таким. То есть каждому возрасту своё время. То, что вы сказали по поводу жизни, которая происходит сейчас, и как я на неё смотрю, меня вот что поражает. У нас настолько стало потребительское общество. И причём я понимаю, что мы все от этого страдаем. Когда я еду в такси или разговариваю с простыми людьми, где-нибудь на базаре, вот когда я закупаю продукты или где-то ещё. Они все говорят о том, что мы устали от этого. Мы устали каждый день думать только о деньгах, зарабатывать только деньги. Мы не можем подумать уже ни о чём. Мы забываем родных, близких. Мы приходим домой, зажим сейчас мыслью, как бы нам завтра заработать опять. Люди устали, но они не могут с этой колеи спрыгнуть. Это, понимаете, как дрезина. Ты же сам её накачиваешь, и ты же сам по этой колее едешь. Вот что происходит. А вы бываете в регионах, вы знаете, что происходит за пределами Алматы? Я слышу, что там люди живут ниже среднего достатка. Я слышу, что не всегда у людей есть деньги даже отправить ребёнка в школу, потому что у него элементарно нет обуви. Я вот об этом слышу. И мне обидно до слёз Динара, потому что... В определённом возрасте человек, когда, видимо, уже вот к этому нужно прийти, да? Когда ты понимаешь, что уже не всё мне-мне-мне, да, себе, а когда уже хочется отдавать. Вот вы сейчас уже готовы что-то отдавать? Конечно. А что вы готовы отдать? Прежде всего, мне хочется поделиться с людьми по поводу того, как нам дальше стоит жить. Я не говорю о том, что я готова отдавать свой опыт молодым начинающим дизайнерам, конструкторам, технологам, портным, вышивальщицам. А почему нет? Нет, я не говорю, я согласна. То есть вы согласны? Оксана Корби может проехать по всему Казахстану? Это как, да. И вот прям дать мастер-класс бесплатный? Более того, я бы захотела, знаете, сделать какой-нибудь благотворительный проект, связанный с обучением молодых мам, у которых нет денег содержать, допустим, маленького ребенка, молодые семьи, у которых, может быть, тоже недостаточно финансов для благосостояния своей семьи, для развития. Я готова поучаствовать в благотворительной акции, в благотворительном проекте, но не просто, чтобы собрать деньги и перечислить какой-то фонд, а собрать деньги и на эти деньги поставить производственный цех или школу, оснастить ее и научить женщин шить, вязать, кроить, вышивать. Я открыта для сотрудничества с министерствами, с госструктурами, да, дай Бог, чтобы услышали. Но пока никаких предложений не было.